На предыдущем уроке мы с вами сказали, что у слова «Аль-Лизы» в этом аяте могут быть и другие варианты грамматического разбора. Мы сказали, что «Аль-Лизы» — это «натун-танин», это второе определение или описание слова «Аль-Наба». И поэтому слово «Аль-Лизы» здесь «фи махалли джарин», то есть на месте подъезжая «Аль-Джар». В этом случае смысл будет таким. Они расспрашивают друг друга о Великой Вести, относительно которой они различны во мнениях. Есть и другой вариант разбора. Мы можем сказать, что «Аль-Лизы» — это «нинат», не определение, а «бадль», то есть это замена или приложение слова «Аль-Наба». Хотя грамматический разбор останется тем же. Мы скажем, «Аль-Лизы» — это «исман маусулин», относительное местоимение, «мабниван аля сукуни», с неизменяемым окончанием, с постоянным сукуном на конце, «фи махалли джарин», на месте подъезжая «Аль-Джар». Но в конце, вместо «натун», вместо определения, мы говорим про «Аль-Лизы», «бадль», то есть это предложение или замена, или скажем, подменное имя для слова «Аль-Наба». Как мы видим, так же, как и «нат», «бадль» должен следовать в своем падеже предыдущему имени, то есть слово «Аль-Наба» в данном случае. И смысл это будет таким. Они расспрашивают друг друга о великой вести, расспрашивают о том, в чем они различны во мнениях. Как видим, мы как будто заменили слово «Аль-Наба» словом «Аль-Лизы», то есть о великой вести, о том, в чем они различны во мнениях. И еще один вариант «Ираба» грамматического разбора, это если мы скажем, что «Аль-Лизы» это не «нат», а «маф'улин бихи», то есть прямое дополнение для скрытого или, скажем, удаленного глагола. В этом случае мы говорим «Аль-Лизы» это «исман маусулин», «мабдивна аля сукуна». В начале все повторяется, но дальше мы говорим «фимахалли насмин», «на месте падежа аннасб», является «маф'улин бихи», то есть прямым дополнением для скрытого глагола «аани». А «аани» это «фиалин мударин», глагол «настоящее будущее времени», и разбор уже идет другой дальше. В этом случае смысл будет таким «они расспрашивают друг друга о великой вести», «аани», то есть я имею в виду то, в чем они различны во мнениях. Перейдем к разбору следующего, четвертого аэта этой суры. «Калля саялемуну, фима калля саялемуну». Но нет, вскоре они узнают. Еще раз нет, вскоре они узнают. «Калля» это «харфу рад'ин вазаджерин», то есть это харф, посредством которого говорящие требуют от собеседника оставить какое-либо действие, а также указывают на отрицание того, что он сказал. Таким образом, здесь говорится, что дело обстоит не так, как говорят и думают неверующие, а также от них требуется оставление подобных разговоров. Итак, «калля» это «харфу рад'ин», это частицы, использующиеся для удержания от чего-то, от какого-либо действия. «Харфун мабнивн аля сукуни», то есть это слово с неизменяемым окончанием, с постоянным сукуном на конце. Как мы уже говорили, если про какое-либо слово мы говорим, что это харф, мы автоматически понимаем, что это слово с неизменяемым окончанием. Поэтому мы говорим про «каллят мабнивн», то есть слово с неизменяемым окончанием. «Мабнивн аля сукуни», с постоянным сукуном на конце. Как мы уже упоминали, если какой-либо харф заканчивается на букву «долготын», будь то не имеющая огласовку букву «я» с предшествующей косры, например, «фи», или букву «алиф», которая по-другому и не бывает, кроме как без огласовки из «фатхи» предыдущей буквы, например, «халя» или «иля». Значит, любая харф, которая заканчивается на букву «я» или «алиф», не имеющая огласовки, про такую харф мы говорим «мабнион аля с сукуни», с неизменяемым окончанием, с постоянным сукуном на конце. Значит, «каля» — это харфу «радан», «мабнион аля с сукуни». Идем дальше. Са-я'ламун. Са-я'ламун. Син-я'ламун. Асин. Здесь мы читаем ас-син, мы не говорим са, потому что произношение этой буквы состоит всего лишь из одного звука. Значит, ас-син — это харфу «стигбалин» — частица будущего времени. Объясним это на следующем примере. Возьмем, например, глагол «як тубу». Этот глагол может переводиться как «пишет», то есть «сейчас в данное, в настоящее время», а может переводиться и как «будет писать в будущем времени». Значит, «пишет» или «будет писать». Но если мы в начале этого глагола присоединим харф син, то есть частицу син, частицу будущего времени син, этот глагол уже будет обозначать только «будущее время» и будет переводиться как «будет писать», напишет. Поэтому эта частица и названа частицей будущего времени, потому что она выделяет или, скажем, обособляет глагол «настоящее будущего времени» для будущего времени. Сая'ламуна. Они узнают, узнают, то есть в будущем времени, при смерти или в судный день. Можно привести очень много примеров из Коран для частицы будущего времени ас-син. Например, «санукрюка фалятан са». «Мы позволим тебе прочесть Коран, и ты не забудешь ничего». «Саякуль ссуфахаау». «Глупые люди скажут», то есть в будущем. «Санурихим айятина». «Мы покажем им наши знамения». Во всех этих айтах мы видим, что глагол «настоящее будущего времени», к которому вначале присоединена частица будущего времени син, указывает на действие, которое произойдет в будущем времени. Значит, син – это у нас харфу с тикбалем, частица будущего времени. «Мабнин аляль-фатфа» – с неизменяемым окончанием, с постоянной фатха на конце. Остановимся на этом, иншаллах. На следующем уроке мы перейдем с вами к разбору глагола «я'ламуна». Продолжение следует...